Приветствую вас! В вашем случае будет эффективно использование возрастной регрессии и повторное проживание тех событий, которые вас травмировали, избавление от чувства вины, потому что, как правило, человек остается в прошлом именно из-за этого, из-за чувства вины. И, соответственно, работа с эго-состоянием ребенка, потому что вы говорите, что не можете понять, чего хотите от жизни, нет энергии, это означает, что вы очень сильно подавлены, о чем вы и говорите, раскрывая то, что ваш каждый день это как сбытка от навалившейся ответственности. Но, понимаете, какая штука, если вы взвалили на себя ответственность, которая вам не по плечу, которая вам не по душе, то получается, что вы не свободны в своем выборе, а раз вы не свободны в своем выборе, значит не вы управляете вашей жизнью и вашим жизненным путем, а кто-то другой, кто-то еще, кто-то из ваших, может быть, родных, может быть, просто значимых фигур, вот. И, соответственно, это породило то, что вы оставили после себя много прошлого, да, много завалов, вот, не пережитых должным образом. И, собственно говоря, ваши неудовлетворенные желания, они проявляются в навязчивых идеях о негативе, в навязчивых мыслях о негативе. То есть, скорее всего, думая о негативе, вы получаете некое такое, знаете, удовольствие, что ли, потому что только когда вы испытываете негатив, и вы чувствуете себя живой, чувствуете, что, ну, хоть как-то живете, да, а не просто существуете, как вот у вас происходит из-за ответственности, вот. Соответственно, все это можно вам помочь, все это можно подкорректировать, вот. Я думаю, что первое, что вам требуется, это выговориться, выплеснуть весь свой негатив, выплеснуть все свои эмоции, а потом уже будет гораздо проще и легче, вот. Также я вижу у вас немножечко психотического элемента, то есть, вы тянетесь к человеку, тянетесь к людям за поддержкой, вот. То есть, это означает, что у вас, скорее всего, в детстве, да, родители были либо слишком гиберопекающие, либо, наоборот, очень отстраненные, из-за чего у вас осталось потребность во внимании, в любви, в поддержке, ну, в общем, в положительной, положительной обратной связи. Вот так можно сказать. И, соответственно, отсюда нет уверенности, и отсюда вы не знаете, чего хотите от жизни, потому что вы не привыкли самостоятельно принимать решения, именно потому что вы не привыкли самостоятельно принимать решения, именно потому что вы не привыкли прислушиваться к себе сами. Вы и, с одной стороны, не знаете, чего хотите, и у вас нет энергии, потому что вы испытываете постоянное давление на себя. Вот, и постоянное чувство ответственности, долга, чувство вины. А, с другой стороны, именно поэтому вы не можете разобрать завалы прошлого, подобно той причине, что именно там кроются ошибки, которые вы совершили, по вашему мнению. И именно оттуда идёт негатив, из-за этого вы совершили там какие-то ошибки. Вот. И надо сказать, что у вашей такой склонности жить в прошлом есть особенности, есть причины. Причина эта скроется в том, что, вот, вы не живёте здесь и сейчас, но в настоящем. Подтверждает то, что вы не получаете никакого удовольствия от жизни. То, что вы испытываете кризис. Короче говоря, то, что происходит сейчас, в настоящем вас нисколько не радует. И вот именно потому, что вас это нисколько не радует, вы снова и снова возвращаетесь в прошлое. Значит, потому что там, по вашему мнению, есть возможность что-то изменить. Там, по вашему мнению, откроются причины, по которым вы несчастны сейчас. На самом деле, это, конечно, не так. На самом деле. На самом деле, ваша жизнь, она напрямую зависит только от вас, и вы можете изменить её прямо сейчас, в эту минуту. Вот. Ну, для этого нужно, во-первых, поменять решение, которое вы приняли когда-то. Вот. Ну, потому что у вас есть установка сейчас, что вы вот идёте по жизни вот в таком ключе. И учиться прислушиваться к себе, принимать себя такой, какая вы есть. Вот. И, соответственно, как только вы это сделаете, ваша жизнь будет изменяться в лучшую сторону. Но, правда, возникнет чувство вины, потому что вы будете более свободны. И, поскольку свободны вы себе быть запрещаете, то, соответственно, у вас некий чувство вины, ваш внутренний родитель, попытаются вернуть вас в преднее состояние. Вот. Ну, и с этим можно будет тоже поработать, и с этим можно будет тоже вам помочь. Вот. Что касается того, что нужен психолог, ну, вы задаёте такую конкуренцию, то есть есть люди, да, которые будут бороться за то, чтобы вы стали их клиентом. На мой взгляд, это не лучший вариант для качественного ответа. Вот. Потому что, ну, здесь нужно понимать, что конкуренция, любая конкуренция, она на корне убивает свободу, она на корне убивает творчество. Вот. И я полагаю, что каждый эксперт, действуя в рамках своей школы, своих подходов, может оказать вам достойную помощь, если вы сами готовы над собой работать. Что касается наставника, да, что касается наставника, то это, конечно, в большей степени уже такое личностное восприятие психолога, и личностное восприятие психолога никак не произойдёт. Если вы будете задавать вопросы вот, ну, примерно в таком духе, чтобы понять, будет ли психолог вашим наставником или нет, вам нужно с ним пообщаться, вам нужно с ним поговорить, вам нужно почувствовать себя, ну, прочувствовать себя. Вот. Прочувствовать то, как вы вот реагируете на психолога, как вы на него реагируете, нет ли у вас, например, защитных механизмов, желания сопротивляться, допустим. Вот. И тогда этот человек может стать вашим наставником, но ещё раз повторю, для этого нужно общаться с психологами тет-а-тет, а не задавать личные вопросы, то есть публичные вопросы, публичные вопросы задавать. Потому что это не даст то, чего вы хотите, пока на, по крайней мере, наставника вам найти таким образом не получится. Потому что наставничество это не, знаете, это не знания какие-то, это скорее вот именно восприятие человека. То есть, такое, знаете, детское желание немного доверять. То есть, когда ребёнок внутри вас говорит, что вот, например, этому человеку, да, можно доверять. Ну, это я так, как бы, к примеру говорю, да, вот. Ну, а, естественно, это нельзя почувствовать вот на основании фотографии, эээ, на основании фотографии профиля экспертов и на основании их публичных ответов. Вот, это нельзя сделать. Поэтому, не знаю, осознанно или нет, вы, эээ, создали такой соревновательный, эээ, соревновательный момент в своём вопросе. Тем не менее, надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.